Всем привет, дорогие друзья! Это XBT.com и передача XBT Live напрямую из Шенчженя. Сегодня я хотел бы рассказать вам про вот этот вот ноутбук. Возможно, кто-то из вас уже сразу узнал, как он называется. Это Xiaomi Mi Air. Я использовал этот ноутбук как основной на протяжении недели и достаточно неплохо его изучил. Его плюсы, его минусы и в конце видео смогу вам рассказать о том, стоит ли его покупать вообще или нет. Первый вопрос, который мне задали по поводу этого ноутбука, когда я рассказал о том, что он у меня на тесте, это сможет ли этот ноутбук заменить MacBook Air, ну или обычный MacBook. И краткий ответ на этот вопрос – нет, не сможет. А вот длинный, смотрите дальше. Ноутбук Xiaomi Mi Air представили в августе 2016 года и это действительно, на мой взгляд, событие. До этого все китайские материковые компании делали, конечно же, ноутбуки, но они были именно копиями MacBook Air. При этом они были пластиковые и с какой-то странной начинкой, совершенно другой, неподходящей. В общем-то, это были фальшивые елочные игрушки. Мало того, это делали не только материковые китайцы. Когда-то так делали и тайваньцы. Вспомните, MSI X340, по-моему. Это ноутбук, который выглядел абсолютно так же, как MacBook Air, но при этом он был пластиковым. Компания Xiaomi поступила правильно. Она не стала напрямую копировать внешний вид, а просто постаралась сделать сбалансированный ноутбук, при этом с хорошими характеристиками и который хорошо выглядит. В общем, она сделала так же, как со своими телефонами. Сколько сейчас в Китае смартфонов, которые выглядят точно так же, как iPhone. Ну, их действительно много, но Xiaomi отличается тем, что она делает что-то свое и при этом делает это качественно. Чтобы там не говорили многие обзорщики, Xiaomi Mi Air не напоминает MacBook или MacBook Air. Скорее, этот ноутбук напоминает топовая серия ультрабуков от больших брендов, например, Dell XPS. Сходство усиливается благодаря вот этой вот решетке радиатора. Дело в том, что внутри ноутбука установлен достаточно мощный процессор. Это i5, это не M, и его приходится охлаждать с помощью вентилятора. Остальная начинка здесь тоже на уровне для неигровых ноутбуков. То есть, здесь 8 гигов оперативной памяти. 256 гигабайт NVMe SSD и GeForce 940MX. Это, конечно, не GT, но поиграть во что-то в нем можно. Например, я запускал шестую цивилизацию, запускал Skyrim на средних настройках. Все более-менее идет. Также на этом ноутбуке я вполне себе успешно монтировал Full HD видео. Ну, я не говорю о том, что обычная работа, офисная, для этого ноутбука вполне себе по плечу. Несколько хороших слов нужно сказать и о клавиатуре. Она тут островная, нажимается достаточно легко, никаких затруднений во время печати, ничего не прогибается, ничего не трещит. Русских букв в дефолтной поставке нету, но так как тут нет мешающих иероглифов, то нанести их, конечно же, всегда можно, если вам это нужно. Также на клавиатуре есть подсветка. Подсветка, к сожалению, только с одним уровнем, но она не слишком яркая, в темноте работать комфортно. По поводу тачпада, тачпад большой, отзывчивый, все на уровне. У ноутбука 13-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и, на мой взгляд, этого более чем достаточно, потому что Retina и все ее красивости, они реально нужны только в Mac OS, а здесь в Windows это именно мешает. То есть масштабирование интерфейсов все равно еще остается не всегда корректным. Цвета у экрана яркие и сочные, бликов не очень много, но, конечно же, они есть. Впрочем, они есть и у любых других глянцевых дисплеев. От этого никуда не деться. С портами компания Xiaomi поступила достаточно мудро. Тут есть два классических USB, когда-то этого считалось мало, сегодня это, в общем-то, уже нормально. А также есть USB Type-C, он используется для зарядки и к нему также можно подключать вот такие вот хабы, совместимые с MacBook. Ну и какие-то хабы китайских производителей тоже можно, конечно же, туда подключать. Все будет работать нормально и заряжаться, что самое главное. Что мне не понравилось, это то, что у ноутбука вот такая вот большая зарядка, она напоминает зарядки от старых прошек. Зарядка мощная на 65 ватт, но какая-то слишком она неуклюжая и нельзя подсоединить сюда нормальную европейскую вилку. Сторонние зарядки, например, зарядка от MacBook, которая тоже на USB Type-C не работает. Зарядки от пауэрбанков тоже не получаются, то есть я даже пробовал пауэрбанки и с обычным USB и с USB Type-C. Этот ноутбук от пауэрбанков, по крайней мере, от тех, которые были у меня в наличии, не заряжается. Вот эта штука заряжается, но очень медленно. Время автономной работы у ноутбука, на мой взгляд, достаточное. Производитель утверждает, что это будет аж 8 часов. На практике у меня получалось часов 6-7 нормальной работы. При яркости 80-85% я лазил по интернету, смотрел в том числе YouTube. На мой взгляд, это достаточно для целого рабочего дня. Ну или тем более, если вы студенты, хотите купить себе этот ноутбук для института, то вам тем более хватит. Также в ноутбуке одна мегапиксельная камера для скайпа и видеозвонков, которая нормально работает при недостатке освещения, в отличие от многих камер других ноутбуков. Ну и о звуке. Здесь, как утверждают, очень хорошие динамики, АКГшные. Для ноутбука звук достаточно хороший, он громкий. И я смотрел многие фильмы прямо вот с ноутбука, без подключения внешних динамиков. А это самое важное. Наверное, если вы меломаны, хотите слушать музыку, то, конечно, вам не подойдут встроенные динамики. Подключите внешние, благо порт для наушников, линейный порт здесь есть. Итого, у компании Xiaomi получился чрезвычайно интересный ноутбук. По сравнению с тем, что раньше делали китайские континентальные ребята, это просто небо и земля. То есть, это действительно хороший ноутбук. Конечно, его не стоит сравнивать с MacBook Air, его не стоит сравнивать с MacBook. Он другой. Да, он тоже металлический, он тоже называется Air, но Mac покупают из-за оси или из-за экосистемы. Это ноутбук на винде. Но его действительно можно сравнить с лучшими представителями ноутбуков на Windows. Конечно, я не знаю по поводу надежности, да и никто не знает. Всего полтора месяца ноутбук в продаже. Но по удобству использования, по материалам, по качеству исполнения, я действительно могу сравнить этот ноутбук и с Dell, и с Asus, ну и тем более с Acer или MSI. Хотя MSI сейчас ударился в игровые ноутбуки, а это все-таки совершенно не игровая машинка. Стоит он на 30% дешевле при исходной конфигурации, это правда. Конечно, придется смириться с отсутствием гарантии и техподдержки, а также с тем, что изначально здесь китайская винда, которую нельзя проаградить, потому что это SL, сингл лэнгвич лицензия. Впрочем, вы знаете, где брать нормальную Windows на сайте Microsoft, конечно же. Напоследок, о цене. Компания Xiaomi обещала нам, что цена этого ноутбука будет 5000 юаней или 48000 рублей. По факту, это обещание не выполнили. Я сейчас захожу в Шенчжэне в магазины и здесь, ну, минимальная цена, это 5600, а чаще всего это 5800 юаней. То есть, это 56-57 тысяч рублей. И то в каких-то странных таких полуподвальных магазинах. В больших магазинах дороже, а в сирмишных лавках, ну, просто нету его. С доставкой до России этот ноутбук будет стоить около 60 тысяч, плюс-минус тысяча, в зависимости от того, какую опцию вы выберете. Это китайский Windows, неактивированный английский Windows или лицензионный английский Windows. Ссылки на актуальные цены вы можете посмотреть внизу. Пишите внизу в комментариях, имеет ли смысл покупать такой вот ноутбук себе или лучше пойти и купить что-нибудь обычного классического бренда. А может быть стоит подождать, когда Xiaomi выпустит вторую или третью версию, или когда какая-нибудь другая компания выпустит ноутбук. Например, кто там? Mizu, Ukitel выпустит, Elephone выпустит ноутбук. Кто-нибудь когда-нибудь выпустит. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Это был ixbt.com. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok